Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, и сегодня я хотел бы поговорить с вами о критике, как таковой, что такое критика. На ваших экранах сейчас вы видите результаты методики самооценка по Дембу Рубинштейна. Методика очень старая, проверенная временем, очень хорошо себя показывающая в оценке человека, его критики. Хотя методика и называется самооценка, но на самом деле, конечно, понятие самооценка, как таковая, это несколько бытовой термин, и название этой методики маскирует ту суть, которую она оценивает. Оценивает она, конечно, нечто иное, оценивает эта методика непосредственно критику, как таковую. Соответственно, что такое критика? Это явление, которое прослеживается у ряда нозологических групп, больных людей прежде всего, связано оно было прежде всего изначально с оценкой умственно отсталых лиц, у людей, у которых проблемы с мышлением существуют, уровнем обобщения. Другими словами, это олигофрения, различных степеней дебильности, имбицильности и диетии. Это нарушение мышления, сниженный объем памяти, достаточно, в общем-то, понятные вещи при оценке умственно отсталых лиц. Ну и одним из симптомов, в общем-то, одним из диагностических критериев умственно отсталых, это является снижение так называемой критики. Если умственно отсталому человеку дать такую методику, например, как самооценка по Дембору Бинштейна, он выскажется, что он самый умный, самый здоровый, самый умный, у него прекрасный характер, он абсолютно счастлив. То есть, люди, как правило, недалекие, не очень умные, если говорить о умственной отсталости, степени дебильности. Но они все считают себя без исключения, перед моими глазами прошло несколько сотен таких, может быть, тысячи таких обследуемых. Они, соответственно, не очень умные, не очень далекие. Вот пограничная степень сниженная норма интеллекта, пограничная степень с олигофренией, то есть уровня дебильности. Вот сложная дифференциация, когда происходит, непонятно все-таки, кто перед тобой умственно отсталый, в легкой степени дебильности имеется в виду, или же все-таки это некая сниженная норма интеллекта. Можно давать различные методики классификации, исключения предметов, простые аналогии, оценивать с помощью метафор, абстракций каких-то фраз, пословиц и поговорок и так далее. То есть применять много-много методик, нацеленных на оценку именно интеллектуальных способностей человека и быть в затруднении. Вот проходит обследование, длится оно 2, 3, 4, может быть, 5 часов, и до сих пор непонятно, все-таки кто перед тобой. Человек со сниженным уровнем интеллекта, так называемая сниженная норма, обычно психиатры так это называют, или же все-таки это умственно отсталый человек, умственно отсталое лицо. И вот тогда на помощь приходит данная методика. Она не оценивает интеллект ни в коем случае, ни в коем разе, она именно оценивает уровень критики. Вот если у человека он считает себя умным, таким же умным, как Альберт Эйнштейн, Циолковский, я не знаю, кого угодно из великих ученых, поэтов, писателей, назовите. Вот он примерно очень-очень умный. То есть методика она проста, позволяет оценить просто графически, где человек себя располагает на шкале ума, на шкале здоровья, на шкале характера, на шкале счастья. Вот по шкале ума у этих умственно отсталых людей, они очень-очень высоко себя оценивают. Они не понимают того, что на самом деле уровень перемножить дважды два, в общем-то для них потолок, все остальное им недоступно. Они не воспринимают прежде всего каких-либо абстракций, у них может быть неплохая память, они компенсируют свою умственную отсталость неплохой памятью. Ну, например, да, самый простой пример, который я часто привожу в разговорах с коллегами. Вот перекресток, представьте себе, автомобиль едет и, соответственно, видит перед собой достаточно относительно сложный перекресток. Висит знак главная дорога, куда-то он направо или налево поворачивает. И вот человеку с абстрактным метафорическим мышлением, значит, предстоит в голове наложить этот знак, условно говоря, да, главная дорога, наложить на проезжую часть мысленно в своей голове, в мышлении. И он понимает, значит, сначала проезжает вот этот автомобиль, затем второй, помеха справа, третий и, наконец, он едет. Вот эта операция абстракции, да, когда надо проделать эту элементарную, в общем-то, операцию, этим людям недоступны. Вот представьте себе, такой олигофрен уровня дебильности приходит за получением справки на вождение автомобиля. И у него отсутствует уровень, крайне низкий уровень абстрактно-метафорического мышления. На уровне конкретики он мыслит. И вот если один раз ему кто-то подскажет или он даст Бог случайно, значит, проедет правильно этот перекресток, да, запомнит вот это, сначала этот едет, потом второй, третий, четвертый и так далее, значит, он тогда будет проезжать этот перекресток правильно. Но не благодаря тому, что у него в голове сформировался вот этот абстрактный способ проезда перекрестка, а благодаря тому, что он просто запомнил, как этот перекресток надо проезжать. Попадает такой водитель в какую-то сложную ситуацию в другом городе, впервые этот перекресток ему встречается, и он теряется, абсолютно теряется, не знает, как его проехать. Проедет один раз, ему объяснят, он разберется, скажет, а, я понял, и с улыбкой в том, что он вообще самый лучший водитель в мире, в дальнейшем будет проезжать этот перекресток безошибочно. Но, тем не менее, конечно, у него недоступен уровень абстрактно-метафорического мышления. И вот в оценке этого состояния пограничного, когда все-таки оценить надо, и применяется методика самооценка по Домбору-Винштейна. И она оценивает не самооценку как таковую, а уровень критики. Очень простая, элементарная, наглядная, секретная методика медицинских психологов. Надо просто знать, что при выходе за определенную границу нормы, когда по одной из шкал мы можем наблюдать показатель более 8, ну вот как, например, в этом случае, да, самооценка неадекватно завышенная. Понятно, тут все маскируется словом самооценка. Ничего подобного. На самом деле, неадекватно завышенная, недостаточная, если мы видим такой показатель, недостаточная критика человека к самому себе. Он не понимает, кто он, что он, в какой ситуации он находится. Мы наблюдаем это при показателях выше 7 значений. Но там несколько по-иному. В оригинальной методике нет такой строгой градации, да, когда там дифференцируется от 0 до 10, предположим, по 10-бальной шкале. Но, тем не менее, высокие показатели, черточка по методике, на высокий показатель по шкале свидетельство неадекватной критики, недостаточной критики. То есть исследуется не здоровье, ум, характер и счастье, или самооценка как таковая, а исследуется всего лишь один единственный показатель. Критика достаточно, недостаточно. Вывод по методике 1, да или нет. Критика достаточно или же недостаточно. Здесь вот еще более сложная ситуация. Не более сложная, но здесь в данном случае адекватная. Но по характеру, счастью, человек считает себя выше многих других. То есть он не понимает, в норме, в здоровье, это должно быть где-то на среднем уровне. Понимать необходимо, что я, кто я, в какой ситуации нахожусь, что есть лучше, гораздо лучше, люди гораздо лучше меня, счастливее, с лучшим характером и так далее. Непонимание этого, вот как раз эта фраза, непонимание, и ведет к проявлению сниженной критики как таковой. Суть не методики, не методики, о которой я сейчас говорю, а суть именно об оценке критики здоровья и нездоровья. Сниженная критика как таковая, она встречается не только у людей умственно отсталых. То есть когда это и эпилепсия, и при шизофрении своеобразные нарушения. Критики, понятно, существуют, но они своеобразные. Я привел только пример наиболее простого варианта с умственно отсталым человеком. Но и при других нозологиях, в частности при органических нарушениях, конечно, прежде всего эпилепсии, психопатиях определенного круга и шизофрении МДП. Вот давайте сейчас посмотрим документ, посвященный психопатиям. Это выдержка из книги. Из книги Ганнушкина, великого русского психиатра, у него, в общем-то, одна тоненькая книжка. Называется она «Клиника психопатий. Их статика, динамика и систематика». И вот эта выдержка по поводу конституционально глупых. Всего он выделяет 8, некоторые авторы дифференцируют их на 12, 14 и даже 16 типов. Но вот у Ганнушкина, если быть точным, их 8, таких вот ядерных, так скажем, без каких-то переходных стадий. Хотя, конечно, если учитывать переходные стадии, там типов психопатии их больше можно насчитать по этой же самой книжке. Но вот ядерных их 8. И так называемое конституционально глупое. То же самое, о чем я говорил, только в рамках нарушения социальной адаптации. Это современный термин, в отличие, да, вот раньше применяли термин психопатия. Сейчас специалисты говорят о социальной дезадаптации. Соответственно, одним из этих типов социальной дезадаптации по определению Ганнушкина являются конституционально глупые люди. И теперь давайте прочитаем, прямо я зачитаю этот текст, краткую выдержку из работы, непосредственно, тут выжимка, так скажем, из большого раздела, из большой главы, посвященной конституционально глупым. Кто такие конституционально глупые? В связи, опять же повторюсь, с критикой отношения человека к себе, к окружающей действительности и так далее. Итак, конституционально глупые – это люди врожденно ограниченные, отрождение неумные, безо всякой границы, как само собой разумеется, сливающиеся с группой врожденной отсталости и диетии, олигофрении. То есть то, о чем я говорил, это действительно на самом деле так. И таких людей интеллектуально не, не то что интеллектуально ограниченных, проблема и в мышлении, и одновременно в личности этого человека. И тут это попытался Ганнушкин как смог и очень хорошо смог отобразить. То есть они граничат с олигофренией, легкой степенью умственной отсталости. Очень сложное и интересное, самое главное интересное в наблюдении явление, когда идет дифференциация между кто он все-таки, олигофрен, или же все-таки это психопатия, конституционально глупая. Отличительным их свойством является врожденная умственная недостаточность. Подобного рода люди иногда хорошо учатся, несомненно. И даже оканчивают высшую школу, институты и так далее, и так далее. Они умеют себя держать в обществе, говорить о погоде, говорить шаблонные банальные вещи, но не проявляют никакой оригинальности. Они очень просты. Они хорошо справляются с жизнью лишь в определенных узких, давно установленных рамках домашнего обихода, обстоятельств, какой-то обстановки, даже пускай рабочей, и материального благополучия. С другой стороны, сюда относятся и элементарно простые, примитивные люди, лишенные духовных запросов, но хорошо справляющиеся с несложными требованиями какого-либо ремесла. Причем это могут быть и люди, занимающиеся высокостоящими, занимающимися руководящими работами и так далее, но хорошо справляющиеся с несложными требованиями какого-либо ремесла. Одной из отличительных черт конституционально ограниченных является их большая внушаемость, и это на самом деле так, с ними приятно общаться, в том плане, что всегда можно настоять на своем, внушить им какую-то мысль, они поддаются, не осознавая того, что на самом деле это не их мысль, а навязанная им мысль со стороны. Их постоянная готовность подчиняться голосу большинства общественному мнению. Конституционально ограниченные психопаты всегда консерваторы, из естественного чувства самозащиты они держатся за старое, причем иногда достаточно высокомерно ведут себя, вследствие отсутствия критики считая себя пупом земли, которому привыкли, к которому приспособились, и боятся всего нового. Как людям с резко выраженной внушаемостью, им близко, им свойственно все человеческое, все людские слабости и прежде всего страх отчаяния, они очень легко дают реактивное состояние вслед за соответствующими травмами, острый параноид после ареста в пребывании в тюрьме, острую депрессию после потери имущества, острую похондрию после страшного диагноза и так далее. Но в большинстве своем, надо сказать, мое замечание по этому поводу, в этом присутствует элемент определенной истеричности этих людей. Это что такое истеричность? Это демонстративность сам себе, актер, режиссер и зритель. Это определенная степень ведомости и в то же время некой буйной возбудимости этих людей, истериков имеется в виду. То есть люди, которые считают себя нечто необыкновенным, завышенным, как вот мы с вами, да, то есть нечто завышенным по отношению к другим людям, каким-то обстоятельствам и так далее. Во многом это истерический компонент, демонстративность поведения и определенное желание выделиться, быть на виду, излагать какие-то простые вещи с какой-то повышенной значимостью, выдавать их за свои мысли и так далее и тому подобное. Конституционально глупым надо отнести также и тех своеобразных субъектов, которые отличаются большим самомнением. Несомненно им это присуще, как олигофренам присуще завышенное самомнение, они ведь самые умные по шкале ума, да, то есть они там как Эльберты Эйнштейны прямо, хотя дважды два им с трудом доступно. И некоторые с высокопарным торжеством, вот то, о чем я говорил, которые с высокопарным торжественным видом изрекают общие места или не имеющие никакого смысла витиеватые фразы, представляющие набор пышных слов без содержания. Это и некоторые резонеры, стремление которых иметь обо всем свое суждение ведет к грубейшим, надо подчеркнуть это ошибкам, потому что по факту работать с такими людьми очень сложно. К высказыванию в качестве истин нелепых сентенций, имеющих в основе игнорирования элементарных логических требований, надо подчеркнуть, что тут крайне очень интересное сочетание сниженного уровня интеллекта, так как совокупности психических функций внимания, памяти, мышления и речи и нарушения характера, нарушения личностных нарушений именно в плане сложного сочетания отрождения неумных. Вот такое вот интересное и сложное сочетание. С одной стороны это интеллектуальная недостаточность, с другой стороны это нарушение личностного компонента. В принципе это можно отнести по заигарник, это наверное можно отнести к нарушению личностного компонента мышления. Вот такое сочетание в плане личности и в плане психических функций, оно крайне интересно, крайне негативно сказывается на этих людях, на результатах их жизнедеятельности, окружающим. Очень сложно с этими людьми общаться, но в силу вот как раз вот перечисленных таких вот особенностей. Конституционально глупая по Ганнушкину. Вроде и не дураки, и не олигофрены, но что-то что-то в мозгах не хватает и соответственно плюс ко всему еще значит, но не хватает не потому что нарушены какие-то видимо мыслительные процессы как таковые, а вот именно так сложились обстоятельства, люди от рождения не умные, что сближает их конечно с врожденной умственной недостаточностью. Вот такое вот интересное замечание по поводу, все-таки вернемся к основному термину, по поводу критики. То есть критика снижена, снижена как у лиц с умственной отсталостью, так и у лиц страдающих социопатией по типу конституционально глупых. Вот такое вот интересное замечание. На этом наверное все. Если будут какие-то вопросы, задавайте их под этим видео, ставьте лайки, заходите на наш сайт, форум, задавайте свои вопросы. На этом все, благодарю вас за внимание и удачи вам!